Для любого плательщика земельного налога важно ознакомиться с нормативными правовыми актами региональных и местных органов власти, действующими в конкретный налоговый период. Для этого можно воспользоваться соответствующим сервисом на сайте Федеральной налоговой службы России. Отдельный разговор идет о владельцах земельных участков самого распространенного размера до 6 соток. В соответствии с поручением президента Российской Федерации, при расчете земельного налога, начиная с налогового периода 2017 года, установлен налоговый вычет, уменьшающий налог на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров по одному земельному участку. Так, если площадь земельного участка составляет не более 600 квадратных метров, то земельный налог взиматься не будет. А если площадь земельного участка превышает 600 квадратных метров, земельный налог будет рассчитываться, исходя из оставшейся площади. Вычет применяется для владельцев участков из числа льготных категорий граждан, указанных в пункте 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации. Это у нас пенсионеры и приравненные к ним лица, инвалиды 1-2 группы, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны, герои Советского Союза, герои Российской Федерации, ветераны и инвалиды боевых действий. Этот налоговый вычет применяется впервые. Для его использования льготнику до 1 июля 2018 года нужно было обратиться в налоговый орган с уведомлением о выбранном участке, по которому применяется вычет. Если уведомление в инспекцию не поступало, то вычет будет автоматически применяться в отношении одного земельного участка с максимально исчисленной суммой земельного налога. В данном случае, если физическое лицо имеет право на вычет, ранее пользовалось налоговыми льготами, в том числе по другим имущественным налогам, например, ветеран боевых действий был освобожден от уплаты транспортного налога, или пенсионер использовал льготу по налогу на имущество, то вычет будет применяться автоматически на основании данных, которые есть в налоговом органе, без дополнительного обращения в налоговый орган. Для тех же, кто в 2018 году впервые станет пользоваться этим вычетом, например, для начинающих пенсионеров, необходимо подача заявления в инспекцию. Налоговое уведомление должно быть направлено налогоплательщику не позднее, чем за 30 дней до наступления срока уплаты налогов. В текущем году это 3 декабря. При этом физические лица, у которых есть личный кабинет налогоплательщика, получают через него документы от налогового органа исключительно в электронной форме. Если налогоплательщик обнаружит в уведомлении ошибку, он может обратиться в инспекцию с заявлением, написанным в свободной форме. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...